Лейла родилась в совсем непростой семье, и её жизнь, можно сказать, с детства была определена. Её отец – президент Азербайджана Эльхам Алиев, мать его – первый вице-президент, а дед Гейдар Алиев – бывший президент, который руководил Азербайджаном ещё в советские времена. Вот такая преемственность поколений. Хорошо это или плохо – сказать трудно, если вы живёте там, напишите своё мнение в комментарии. А сегодня на канале «Сплетники» жизнь Лейлы Алиевой, старшей дочери президента Азербайджана, и Эмина, наследника империи Агаларова после развода. А ещё у нас есть группа в Instagram и канал в Telegram, где можно увидеть то, что не покажут на ютубе. Все ссылки под видео. Лейла родилась в Москве, выросла в Баку, потом вместе с сестрой получила образование в Швейцарии и Великобритании, и как-то незаметно стала девушкой на выданье. Её будущий супруг Эмина Галаров родился в Баку в тоже достаточно интересной семье. Его папа Араз в своё время удачно женился на дочери влиятельного еврейского предпринимателя Иосифа Гриля, близкого друга Жириновского и вообще половины тогдашнего правительства, причём не только российского. Сам Араз, по некоторым сведениям, был в очень близких отношениях с вором в законе Вагифом Сулеймановым, приближённым старейшего российского авторитета деда Хасана, а после его убийства и приближённым его преемника Шакро Молодого. И вот Араз с тестем в 89-м основали американо-советское предприятие «Крокус Интернешнл», которое занималось торговой чуть ли не матрёшками, а спустя несколько лет «Крокус» внезапно расцветает и начинает подниматься до строительства комплексов в элитных районах. Но это совсем другая история, сегодня не о них. После учёбы в Нью-Йорке Эмин, в каждом интервью говорящий, что будет зарабатывать сам, в 2001-м возвращается в Москву и начинает работать в отцовской компании, курируя ритейл. В 2004-м журнал Forbes подсчитал доходы Араза и назвал его номером 66-м с капиталом в 360 миллионов долларов на тот момент. И тогда было решено связать судьбу Эмина с дочерью своего делового партнёра. Был ли это традиционный династический брак или, таким образом, Араз реализовывал своё желание получить разрешение на постройку курортной зоны в пригороде Баку стоимостью 1 миллиард долларов? Трудно сказать, но обе эти цели были достигнуты. Согласно легенде для журналистов, они познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, молодой человек случайно заметил её, подошёл первым и заговорил. Зимой они обручились, а в апреле 2006-го Лейла стала женой Эмина. Свадьбу по традиции праздновали два раза. Первый во дворе Гулистань в Баку организовывали родители невесты, второй раз родители жениха ответили праздником в Крокусе. И тут и там торжество оформлял главный кремлёвский сценограф Борис Краснов. Музыкальное световое и звуковое оборудование возили из Великобритании. Из Нидерландов были доставлены тысячи орхидеи белых роз. После всех свадебных церемоний пара провела медовый месяц на Мальдивах. 1 декабря 2008-го в США Лейла родила мальчиков-близнецов Али и Микаила. Потом нам периодически показывали фото счастливой семьи. Но внезапно, после 9 лет совместной жизни, в мае 2015-го пара внезапно объявила о разводе. Имин сказал, что они с Лейлой разошлись по обоюдному желанию и на воспитание детей их расставание никак не повлияло. Естественно, истинных причин развода этой пары мы никогда не узнаем. Информация о них всегда очень дозирована, эти люди всегда показывают только то, что хотят показать, не больше. Что интересно, примерно в тот же самый период банкир и водочный магнат Рустам Тарико расстается со своей пассией Аленой Гавриловой, родившей ему сына, прожив вместе 9 лет в гражданском браке. Можно как-то связать эти события или нет – еще одна загадка, на которую до сих пор нет ответа. По официальной легенде, Имин, как обычно, случайно заметил Алену, подошел и заговорил – ничего они вроде как друг о друге не знали. Может быть, хотя верится с трудом. Их внезапно закружила страсть, начались общие отпуска, съемки в клипах и даже совместный отдых с сыновьями Эмина. В июле 2018 они сыграли шумную свадьбу в Москве, а уже в декабре Алена родила дочь, которую назвали Афиной. Имин числится первым вице-президентом отцовской «Крокус Групп» и возглавляет ряд проектов, хотя преимущественно занимается музыкой и околомузыкальной деятельностью, например, раскручивает бренд «Жара». Это не только музыкальный фестиваль с призами, но и лейбл, журнал и даже энергетический напиток. И судя по тому, что в 2018 году Имин был награжден званием «Народный артист Азербайджанской республики», отношения с семьей бывшей жены у него в полном порядке. Вернемся к Лейле. После свадьбы Эмина все затаили дыхание, ожидая ее реакции. И она была, правда, не в тот же день. Она поделилась стихотворением, как можно догадаться, выражающим ее душевное состояние. «Пересказывать не будем там о том, что злиться на чужое счастье – это неправильно», чем вызвало полный восторг своих поклонников. Что на самом деле она думала, мы, конечно же, не узнаем никогда, но надо признать, что держится она очень достойно. После развода информации о ней не так много. Она плотно занимается вопросами спасения бездомных животных, экологическими проблемами окружающей среды и еще рядом молодежных и гуманитарных проектов. О ее личной жизни информации практически нет. Через умелый информационный барьер не просачиваются даже слухи. Хорошо известно, что она пишет стихи, было издано несколько сборников, они даже были переведены на английский, белорусский и узбекский. Много рисует, проводит выставки своих работ, занимается режиссурой. Вот такая занимательная история загадочного брака, в котором вопросов больше, чем ответов. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите в комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео, следите за нами в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok